Россия прибегнет к крайним мерам военной поддержки Приднестровья, но только в ответ, по сути дела, на вторжение натовских отрядов в Молдову. Следовательно, не доводя до того, чтобы мы поступали как в Южной Осетии и Абхазии, это совершенно не нужно. Обращаться надо к Москве за этим решением. Эксперт не исключает, что Приднестровский конфликт разрешится, если Молдова вступит в Евразес. Приднестровский разрешим, все возвращаемся в Евразийский союз и все вопросы будут сняты. Тем временем, некоторые аналитики считают, что российские войска стоит незамедлительно вывезти с территории Молдовы. И лишь тогда можно будет говорить о равноправном партнерстве двух государств. Я хочу поблагодарить господина Дугина за то, что он, приехавший ко мне домой, угрожает мне применением военной силы со стороны Российской Федерации на территории моей страны. Мы не должны быть рабами в Евразийском союзе, а должны быть равноправными. Евразийский союз – это мыльный пузырь. Российский эксперт признает, что Москва далеко не всегда правильно ведет себя на постсоветском пространстве и не всегда воспринимает бывшие советские республики в качестве самостоятельных партнеров. Москва в некоторых случаях ведет себя по инерции. То шантажом, то каким-то газовым винтелем. Поэтому мы должны воспринимать субъектов интеграции, субъектов диалога на постсоветском пространстве как очень самостоятельных и в значительной степени уязвимых психологически партнеров. Александр Дугин – российский общественный деятель, социолог, профессор Московского госуниверситета, глава Центра консервативных исследований, лидер международного евразийского движения, философ, член экспертного собрания «Изборский клуб». На прошлой неделе эксперты собрания посетили Тирасполь.